Не обращайте внимания, тут творческий процесс. Всем привет, с вами я, Ксения Кузнецова, и сегодня будет не очень такое обычное видео, потому что я вам буду показывать и рассказывать о вещах, которые мы делаем и продаем в нашем магазине. У нас есть магазин, как бы некоторые товары мы можем продать и изготовить на заказ. То есть сейчас вы просто посмотрите, что у меня есть в наличии, и все это вы можете купить. На все эти вещи я оставлю ссылки в описании, на нашу группу я оставлю ссылку в описании. Они, в общем, сейчас вы все поймете и разберетесь. Вот это вот куча, а тут огромная реально куча, и это еще не вся куча, еще там куча. Это все вещи на продаже. Мы делаем качественную амуницию по доступным ценам, то есть это уже проверено, это дешево. У нас уже есть много покупателей, множество заказов у нас уже было, и все остались довольны. Я вам сейчас покажу, то, что вот будет попадаться, то и буду показывать. Собственно, вот первое, что мне попадается под руку, это вещь БУ, поэтому, ребят, тут как будут новые вещи, так и БУши. Я буду предупреждать сразу. То есть БУ, вещь, это белые бриджи, Black Forest фирма, бриджи. Вот 38-й европейский размер, они в хорошем состоянии. Белые бриджи. У них коленная лея, зарпучая лея. Следующая вещь, это тоже БУ, причем состояние рабочее, то есть это гель на спину лошади. Он тоже БУ, у него есть какие-то дефекты, то есть у него дырки, но это все просто только повреждения сверху. То есть у него есть реальные дефекты, то есть у него сильные, но они не мешают функциональности его, потому что он не вытекает, не вываливается, не выпадает. Его просто, ну, видно, то есть вот гель. Дальше идет новая сумка для уздечки пони, она вот такая вот в хаки, а с боков она зелененькая. Внутри есть карабин, волния и ручка, ну, вообще-все, она абсолютно новая для уздечки пони. Карабинчик тут тоже регулируется, можете подогнать любой удобный вам размер. Дальше у меня тут, сейчас узнаем, я даже сама не знаю, что это. По-моему, это полу-попона, да, это полу-попона. Это полу-попона, это попона под седло. Вот здесь она застегивается у седла, у нее есть светоотражающие элементы. Это дождевая попона на флисе, подхостник тоже со светоотражающей штукой. Они не промокают, это вот реально проверено, то есть наши ткани, они не промокают. Дальше идет вот сумка для щеток, очень яркая. Наши сумки для щеток выполнены, они не как кисия болтаются, вот, то есть у нее есть карман на молнии, шесть дополнительных карманов, то есть ручка, ручка через этот, через плечо, можно отстегнуть. Вот такая штуковина, которая затягивается, чтобы ничего не выпадало. Дно у нее прочное, обделано таким кантиком, и есть ножки, чтобы не пачкалась как бы сумка. Вот этот каркас, он прочный, держит форму круглого, мало, комбинирование у нее цвета на зеленое с хаки. Так, следующая вещь это капор. Капор демисезонный, это дождь на плисе, по-моему, да, это дождь на плисе. Тут есть крепление для недоузка, застегивается на шее, крепление к попоне тоже есть, причем эти капора подходят к попоне декатлон. У нас заказывали капор попоне декатлон, и они подходят к ним. Кстати, я еду в четверг, и по воскресенье я буду в КСК «Колоковские конюшни», поэтому, если что кому-то надо, пишите мне в личные сообщения, ссылки все есть в описании, на мою группу, на эту группу магазин, на мои стрельцы ВКонтакте, поэтому все есть в описании, смотрите, переходите по ссылкам. Так, продолжаем. Следующие, это тоже капор, они одинаковые, вот два одинаковых капора, как бы, дальше идет тоже был вещь, но вообще буквально пару раз. Почему я больше и не пользуюсь, потому что, ну, как бы, они белые, были белыми, но они стали серо-белыми. Если у вас есть серый комплект, вам подойдет вот эти ушки, потому что они серые. Они очень хорошенькие, у них есть, ну, веревь, вязочка под этот, как его, подбородок. Этот чехол просто что-то с чем-то. Вот у меня есть точно такой же чехол, только другого цвета, с Микки Маусами. Это просто, это настолько вот вещь качественная, что я вот, то есть, смотрите, тут вот сверху есть специальная нашивка, то есть, ничего не оторвется тут. Как обычно, у чехла бывает, что тут дырка прорывается, и все начинает выпадать. Он весь обделан вот такой вот штукой, как это называется, не знаю, хорошо. Шнуром каким-то. У него есть две ручки, то есть, вот так, как он понес. У него есть молния, то есть, вот. Следующая вещь, это сумка для хранения дорожников, транспортировочных нагаров. Да, хорошо влезают четыре транспортировочные нога. Здесь есть сеточка, ручки и молния. Вот так вот, как тут. Следующая вещь, это чехол для подпруги фартук. Вот. То есть, у него есть две ручки. И на случай, если подпруга чуть короче, чем чехол, вы просто берете и загибаете сюда, потому что здесь есть липучка, и у вас получится вот так. Также внутри тоже есть какое-то крепление. Я не очень понимаю, зачем оно, но так же, если оно было, то мы его сделали. Вот тоже какая-то штука. Еще у нас есть точно такой же чехол, но он выполнен из чуть-чуть другого материала и другого цвета. То есть, это абсолютно такой же чехол, только вот он выполнен вот такого беленького цвета. Все то же самое. Дальше идет тоже два вещи. Это трензель дутый фирма Харрис Хорс. Размер 13,5. Это обычный дутый трензель 13,5. Дальше идет уздечка фирмы Феликс Бухлер. В общем, она без дефектов, просто рабочее состояние уздечка. У нее есть капсуль, сопля, все на месте. Вот такие вот красивые у нее фурнитура. Капсуль самозатягивающийся, по-моему, это называется. И причем ее мы перешлем вам за наш счет. То есть, вы ее покупаете, и за пересыл вы не платите. Мы ее прислаем за наш счет. Размер КОП, кстати. Продолжая тему уздечек БУ, я хочу еще вот предложить вам уздечку Кука, на которой я ездила буквально одно лето только. То есть, я ее продаю с поводом пони, который я приобрела потом. То есть, она идет с поводом пони, но также я могу продать отдельно. Состояние у нее хорошее, рабочее. У нее ничего не оторвалось нигде, ничего не потерялось. А повод пони, он вообще новый. То есть, вот реально новый повод. И еще у нас есть уздечка, она абсолютно новая. То есть, мы ее купили, вот она висела у нас вот здесь. И мы поняли, что она, ну, не нужна она нам. И мы решили ее продать. Это уздечка фирмы Кифер. Вот видите, она даже вся вот в этих вот пузырях. У нее вот даже пылька висит. Кифер. Она идет с поводом. Дальше идет сумка еще одна для щеток. Она немножко отличает от предыдущих. Ну, у нее, во-первых, цвет другой. Во-вторых, у нее кармашек уже миг на молнии, а с липучкой. Вот, с липучкой. Дальше идут вот такие вот два ватника. То есть, это ватники в деньнике, там, например, я не знаю, какие-то там, если делать. И также они подходят как держатели самих ватников, которые вот просто ватники еще бинтами заматывают. Вот, они тоже подходят как держатели. Они, кстати, вот такие достаточно толстые. Дальше идет вот тоже. Купили и не нужен. Абсолютно новый чамбу. То есть, вот он вообще вот лежал на шкафу. Это тесьмяный чамбу. По-моему, он длиной 4 метра или около того. О, просто новейший чамбур. Так, дальше идут чамбура уже моего производства. То есть, это чамбур из 16 нитей на безопасном карабине. Все мои чамбура, например, 2 метра, около того. Потому что длиннее я не вижу смысла чамбура. Зачем он нужен? В общем, вот такой вот чамбур зелененький. Они все сделаны из капронового шура, который не гниет. Он очень прочный, выдерживает очень хорошую нагрузку. Дальше идет чамбур такого же плетения, но уже на обычном карабине. Он толще, потому что веревочка сама была потолще. Он тоже зеленый какой-то. Дальше идет чамбур плоский. Я не знаю, насколько он очень хорошо тянется. И он очень мягкий. Дешевый вариант чамбура. Он длинный. Он на безопасном карабине. Еще вот такой же чамбур. Такого же плетения, но на обычном карабине. Да, он по плотному. Дальше идет чамбур тоненький. Из 4 всего лишь нитей. Но он достаточно такой оптимальной толщины. То есть не слишком жирный, не слишком тонкий. Но я не знаю, как объяснить каждому свое. На обычном карабине. Дальше идет опять весь бургур. Это опять ушки фирмы ХКМ Протим. То есть вот, даже фирма тут наклеена. То есть купили его изначально с дефектом. Не изначально их купили с дефектом. То есть у него дефект тут, видите, чуть-чуть не прошитые они. Они с золотым кантом. Дальше идет веревочный недоуздок. Цвет российский флаг. Я не знаю, как это я определила. Тут просто красный, синий и белый. Я решила, что это цвет российского флага. Оплетка это мелька. Это обычный веревочный недоуздок. При вашем желании можете вот здесь отрегулировать тоже узел. То есть перевязать его просто поближе к носу. Вот эта штучка, если она не на задоволке вашей лошади лежит, вы просто ее передвигаете. Это делается довольно-таки просто. Дальше идет куча просто вот черно-синей плетеной амуниции. Это чампу. Из 16-ти плетения. Он очень плотный. Он очень крепкий. Он прям вообще очень классный. Особенно то, что он двухцветный. Он не пёстный. Он пойдет к черному и синему недоуздку. Карабин обычный. Плетеная кардео. Кардео налазит на лошадь. Я мерила сегодня. Так что налазит оно хорошо. Оно очень удобное, крепкое. Дальше идет поводок на собаку с удавкой. То есть это вы сразу берете надевать. Хоп, у вас сразу удавка. Ну, ошейник с поводком сразу. Имеется ручка. Мы мерили на овчарку, на лабрадора, на бигля. Она же красова. То есть на много собак на нее можно пихать. Она оптимального размера. С ручкой. Это самое главное, что ручка-то есть. Дальше идет чампу с ручкой. В общем, это обычный карабин. Ручка вот у него. Тут вот. Вот, вот ручка. Ручка есть, ручка есть. Это сумочка зеленая. Вот понимаете, вот эта сумка для винтов и нашита по сумке скалину. Но стоит в разы дешевле. То есть у нее есть ручка, которая соединяет две ручки. У нее есть крышка. Опа. Так, сейчас мы посмотрим, что тут. То есть все как на той эскадронской, только она стоит в разы дешевле. Отделение. Ее можно использовать как под винты, как и под нагавки, как что угодно. Все классненько и чудненько. Так, ребята, тут у меня еще есть попона. Я не помню, какого она размера. Она, по-моему, как зимниковая сушильная на флисе из какой-то тряпочки. Я не знаю, честно. Извините меня за то, что я так плохо подготовилась к этому видео. И достаточно плохо знаю вот именно об этой попоне. Попоны мы также делаем на заказ. Любые, какие вы хотите, кроме флисов. Потому что флиса хорошая у нас нет. Какая у нее лучше, а не, например, если это дождевая попона, она не промокает. Если это зимняя, она не промерзает, не промокает. Это очень неубиваемая. То есть у нас лошади гуляли под ледяным дождем. Так получилось. И попона просто корпион так замерла, но лошади почти сухие. Так что. У нее есть подножные линии, подпузные линии, шеи вот эти, грудные. У нее вот здесь вот все мягенько. Есть резинки, чтобы лошадь могла шевелиться нормально ногами двигать. То есть все прекрасно, все замечательно с этой попоной. У нее есть нахвостник. Вот просто это вот реально классная попона. Еще у нас каждая попона идет вот в таком мешочке. Это ушки. Ну, ребята, это реально, это круто. Они качественные. То есть колпачки выполнены из какой-то ткани. Вообще мягенькой. А вот это выполнено из гладенькой ткани. Обшиты они тесьмой. И вот такой вот кантик беленький пущен. То есть это синий ушки. Дальше идет вот такой вот комплект. То есть это уши кантик в цвет Вольтрапа пущен. И беленький шнурочек с люрексом. Вольтрап бархатный. Кстати, бархатный Вольтрап. Это всем понравится. Вот, в общем, бархатный Вольтрап. У него тут рисунок какой-то бабушка-стандайзерка. И у него есть немножко асиметрия, но она не критична. То есть ее не видно почти что-то. Чуть-чуть асимметричный рисунок. Там было бы уже не подгадать. По спинке пущена тесемочка с сердечками. Мне вообще нравятся тесемочки. И, в общем, у него есть крепление для подкруги, для приструги. Для чего угодно. Вот такой вот он. Внутри у него износостойкая ткань. Следующий Вольтрап идет вот такой вот черный. Вот такие маленькие штучки. Они цепляются за колечки, которые выстегиваются под перстень. Внутри, опять же, износостойкая ткань какая-то. И вот здесь вот такие штуки, чтобы не протирались для подкруги. То есть, когда трешь подкарей, она протирается подкругой. А вот если вот по такой штуке, она не протрется. Это вообще проверено. Мне очень нравится вот такая форма Вольтрапа. Она очень клевая. Блин, это реально круто. Вот это просто круто. И, пожалуй, самая бомба нашего Вольтрапного мини-набора. Это Вольтрап леопердовый бархатный. То есть, понимаете, мы когда увидели эту ткань в магазине, мы сначала долго сомневались, брать, не брать, брать, не брать. Но потом решили, что, блин, черт его подери, он же нормально выглядит. То есть, это не стрёмно, это прикольно. Я обстановился, как он ездил, но мне пока не нужно. В общем, у него вместо пристежек к приструге у него есть упоры, которые не позволяют ему выезжать. То есть, он сшит наподобие вот этого моего серого на ласте, которым я наступаю. У него стёбан он волнами. И, блин, ну реально, это фиолетовый цвет. Фиолетовый. Ну реально круто. По спине пущен кант, опять-таки, за звёздочками. Но больше его нигде нету, не повторяется, как бы. Вот если у вас так же много альтрапов, как и у меня, вообще, вам нужно их где-то хранить. И для этого у нас есть тоже сумка. Сумка. У неё тут есть даже карман. Раньше у нас не было кармана, теперь у нас есть карман. И, в общем, две ручки. Форму она держит. У неё классный цвет. Чехлы для седла пони. То есть, один чехоль чехол для седла пони. Я вам пока показываю то, что есть в наличии. То, что мы готовы изготовить на заказ, вы можете спрашивать личные сообщения. Чехол для седла пони. И тут вот есть такая штука, куда можно вставить кличку пони. Ручка у этого седла есть. То есть, за эту ручку можно реально носить. И потому что вот тут крепится на карабине. То есть, изнутри. Также у нас есть чехлы на конкурные седла. Они построены по такому же подобию. То есть, ручка и снизу карабин, который всё это держит. То есть, чехлы у нас тоже достаточно много брали. Также для этих чехлов тут есть такая штука для подпуги, куда вставляется, чтобы храниться. Ой, ребята, блин, я поняла, что у меня ещё куча всяких вещей лежит в сундуках. Ещё где-то. Поэтому, блин, надо заканчивать это видео, иначе оно никогда не кончится просто. У меня уже память кончилась на фотике, поэтому... Ребят, если вы хотите что-то купить из вещей, которые я показала, или ещё хотите посмотреть, что у меня ещё есть, то переходите по ссылке в описании, смотрите. В нашей группе все товары выложены на лошадь, на собаках. В общем, на чём надо. Совершались покупки в нашем магазине. Ха, самопер! Ха, круто! А между... Субтитры сделал DimaTorzok С вами была Яковсия Инкузецова. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok